связали мы с вами одну перчатку и тем кому сложно пока сложно понять что такое зеркально связать вторую мы сейчас с вами свяжем вторую теперь хочу вам наглядно показать для чего мы набирали по три петли которые вы помните мы набирали это вот это расстояние между пальчиками потому что когда вы делаете без тамбура этих трех петель пальчики тянут обратите внимание на очень часто навязанных перчатках пальчики тянут итак готовьтесь после того как мы с вами связали на нашей онлайн встречи первую правую перчатку сейчас мы вместе с вами выполним 2 в зеркальном отображении выполняю вторую перчатку для левой руки набираем 50 петель на 25 иглах слева и справа от 0 расчетная плотность для перчатки 8 пряжи 400 метров 100 граммах на плотности 7 провязываем первые 10 рядов провязали мы с вами 10 рядов выполним дакировку петель одну через одну провяжем один ряд на плотности 10 провяжем 8 рядов на плотности 8 10 провязав 10 рядов для подгиба выполняем тот самый подгиб после которого сразу же переходим на вязание нашей перчатки только в отличие от правой перчатки наш ожогный рисунок мы теперь будем выполнять не с левой а с правой стороны провязываем один сглаживающий ряд слева направо и теперь мы с вами настроим наши машины навешиваем грузы устанавливаем счетчики рядов на 0 и на плотности 8 первые 50 рядов рисунка вяжем выполненный рисунок справа а и И так, дорогие друзья, у нас с вами на данный момент каретка слева. Переключаемся на частичное вязание. Приступаем к выполнению большого пальца. С левой стороны, если для правой перчатки мы делали с правой, то теперь мы это делаем слева. Убираем из работы 15 игл. С правой стороны убираем 25 игл из работы. Провяжем несколько рядов розовой нитью. Ну вот, предположим, 14. Рабочую нить срезаем. Не убираем ее далеко, она нам еще понадобится. Навешиваем грузы. Отключаем рычаги частичного вязания. В нити водителя нить основного цвета. Переключаемся. Двадцать три ряда провяжу прямо. Подписывайтесь на канал. И так, Провязали мы с вами. Теперь наша задача. Вначале с правой стороны перенести все петли для пальцев в количестве 18 петель на вспомогательную спинцу. В работе должно остаться 7 петель. Каретку переводим с левой стороны. С левой стороны из работы убираем 18 петель. В центре работы у вас останется 14 петель. Готово. И вы убраны из работы. Теперь вы помните, что в прошлый раз мы с вами набирали дополнительные петли с левой стороны. Теперь мы будем убирать с правой стороны. Это петли между пальчиков. Не затягивая, навешиваем на последнюю иглу. Таким образом, в работе 17 петель. Вяжем 28 рядов. Счетчик рядов сбрасываем на ногу. Раз. Раз. Два. Три. Два. Три. Два. 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 Провязали 28 рядов. Теперь возьмем многоигульный декер. на него переведем иглы и перенесем наши петли. Удерживаем петли, берем в руки крючок и начинаем перевешивать петли по 2 петли на одну игру. Оставшиеся иглы убираем из работы, провязываем 2 ряда. Петли переносим на тончайшие петли, ловите, либо иглу, что у вас есть или чем вам удобнее. И закрываем. Оставляем конец нити для сшивания пальчика. И только что мы с вами связали указательный палец. Итак, вот мы связали с вами указательный пальчик. А вот наши 3 петли, которые мы прибавляли. Разворачиваем их изнаночной стороной к себе трехигольным декером. Набираем за полупетли, чтобы при лицевой стороне они получились лицевыми. Навешиваем их. Складываем наш палец вовнутрь. И можно взять сразу с одной стороны шестигольный декер. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Невешиваем шесть петель и со второй спицы тоже. Один. Да. Три. 4 выдвигаем еще три игры при вязании правой перчатки мы набирали дополнительные петли слева при вязании левой перчатки набираем их справа прежде чем набрать я вам рекомендую выполнить петли обвива выполняем амфиф последние 3 петли набираем петли уловителем для среднего пальца вяжем 35 рядов снимаем снимаем навешиваем так как кому удобно провязываем 2 ряда берем наш тонюсенький петлю ловитель если вы не успели такой приобрести возьмите просто иглу снимите все петли на иглу либо на тонкий петлю ловите освободите их с этой машины и петли затягиваем выполняем четвертый безымянный палец изнаночной стороной к себе петли вспомогательные набраны набираем за внешние полупетли навешиваем палец вовнутрь с левой спицы 6 петель и с правой спицы 6 петель с левой спицы 6 петли выдвигаем иглу вперед 3 дополнительных петли для меж пальчиков набираем петлю ловителем оставшиеся 3 петли для безымянного пальца провязываем 28 рядов в общем с пальчиками это дольше набирать петли чем вязать нам вновь нужно стянуть петли снова переносим их и вновь сокращаем количество петель вдвое ну а для того чтобы занятие не казалось скучным можете чередовать различные способы переноса петель а заодно те кто все еще боятся открытых петель перестанут их бояться как и с предыдущими пальцами провязываем 2 ряда опять берем в руки петлю ловитель затягиваем рабочую нить обрезаем для мизинца во первых это последний палец и здесь последние петли поэтому петли с правой спицы и и петли которые мы набирали для между пальчиков и оставшиеся петли с левой спицы за мизинцем пальчиков больше нет поэтому набирать дополнительные 3 петли не нужно к тому же пальчик мизинец самый узкий у нас палец спицы можно убрать выполняем 1 ряд и провязываем 20 рядов для мизинца снимаем снова сокращаем петли провязываем 2 ряда снимаем оставшиеся петли для большего пальца вы помните мы оставляли 10 открытых петель меняем основную нить на бросовую провязываем несколько рядов бросовой нити разворачиваем перчатку изнаночной стороной к себе и набираем 10 петель кроме того из низлежащего ряда подхватываем еще одну петлю оставляем по длине и конец рабочей нити мы потом будем использовать для сборки открытых петель провязываем 26 рядов провязали 26 рядов теперь убираем половину петель убираем половину петель 2 ряда провязываем петли сокращаем закрываем освобождаем часть бросовую плату одним движением убираем палец вытаскиваем на лицевую сторону находим конец нити который мы с вами оставляли для сборки очень удобный кстати способ заправки нитей любой толщины и выполняем петельный шов на открытых петлях ничего сверх нового обычный петельный шов шов и и и и и и и и одну петлю соединяем с противоположной частью освобождаем брусовые нити для этого достаточно надрезать петли с одного края вот наш большой палец вторая перчатка к нашей паре готова ее осталось только сшить сшить каждый пальчик невидимым шелом и носите на здоровье и и и и и и и и